Добрый день, меня зовут Лукашевич Наталья и мой доклад сегодня проведенным нами группой организаторов тестирования РОСИ-2020, которая направлена на тестирование различных подходов по изучению феронимов для русского языка. Мы называем свое тестирование задачей обогащения, пополнения токтонова. Как известно, в задачах автоматической обработки текстов одним из видов популярных ресурсов являются ресурсы в виде семантических сетей. Это могут быть диалектические ресурсы, такие, например, как Аварнет. Также в предметных областях, например, медицинской области, очень востребованы авторитетные ресурсы, так называемые ресурсы невидимской антологии, гипезаурусы. И особенность современных приложений считает в том, что такие ресурсы всегда должны быть большими. Поэтому возникают серьезные проблемы и их пополнения, поддержание в актуальной цитатике. Также важным моментом важной особенности ресурсов, что такой основой ресурсов является обычно классификация и таксономические отношения от более общих понятий в более конкретном понятии, от более общих значений в более конкретном значении. Поэтому вот такие таксономические отношения, они существенны в разных приложениях, они могут использоваться для фактического вывода, для поиска ответов на поставленные вопросы, для расширения запросов. Эти отношения могут по-разному называться в разных ресурсах, но в частности в веке косметических ресурсов принято название отношениями гиперонима, то есть гиперонима это отношение к более общим значениям, более широким, а японима более высоким. Действительно, еще раз, как я уже сказала, что и ресурсы вполне себе востребованы, но их проблема заключается в том, что ограничения их используем, что эти ресурсы никогда не полны, их нужно пытаясь пополнить. Может возникнуть вопрос, не проще ли использовать современные индивидинги слов, поскольку известно, что эти индивидинги могут моделировать различные отношения между словами, близостными между словами. Но практически получается, что самые разные подходы по сравнению гиперонима в представлении слов, они все-таки смешивают различные типы симметических отношений, и когда какая-то модель предсказывает близость между словами, то фактически может оказаться, что человек не может хоть как-то интерпретировать это отношение. Ну, рассмотрим пример. Это на современном новостном корпусе рассчитана одна из моделей. И здесь мы видим на самом деле, что некоторые предсказания семантические близости по имбилингам достаточно хорошие. Так, например, слово месяц действительно больше всего похоже на слово посыл или давление на сдавливание. Сложное слово поэтичность, в общем-то модель наша данная, она подвесняет через слова проникновенность и образность. И действительно это как-то очень напоминает по смыслу, в совокупности, да, слово поэтичность. Но одновременно мы здесь видим, что вот в первой строке мотор-шоу похоже на авто-шоу, и возможно, что это как, можно трактовать как кодипонима, что сифон похож по данной модели на взбивание. То есть мы даже не можем объяснить, почему, собственно, так могло возникнуть. Ну, обратание, походу на брата убийства, что, в общем, выглядит антонимно. Поэтому все-таки при этом приложении возникает необходимость тех отношений с дипломи и дипломи, на которые мы действительно можем положиться, что именно эти отношения, а не просто некая абстрактная семантическая близость. Методы. Если делать краткий обзор методов для изучения эфиронных эффектов, то можно перечислить следующие основные подходы. Это методы на основе шаблонов, например, X, Y, и эти методы предложены достаточно давно. Работа была опубликована в 1992 году, и, конечно же, за это время было предложено большое количество модификаций с развитием дистрибутивных методов, методов на основе инвизингов, были сделаны усилия, развить какие-то подходы на операции с этими инвекторными представлениями, исследованиями, могут ли они качественным образом предсказывать гиперонимы. Также и на векторных представлениях, на комбинированных представлениях, векторных представлениях и других признаков более исследованы, естественно, и методы обучения с учителем, и различные комбинации тоже здесь представлены. То есть, в принципе, исследования ведутся достаточно времени. Для того, чтобы протестировать методы, также было предложено некоторое разнообразие подходов. Первые, более часто представленные подходы представляли задачу извлечения гиперонима как задачу классификации. То есть, создается некоторый датасет с правильными отношениями к гиперониму и другими типами отношений, или парой слов, как между которыми отсутствуют отношения. Ну, вот первые такие наборы данных отличались тем, что там в основном было сравнимое количество пар слов, в которых есть отношения гиперонимы и гиперонимы, и в которых есть как бы негативных примеров, в которых это отношение отсутствует. Тестировались такие модели, стандартные методы для классификации эфистмеры и аккуратности, но на самом деле такая постановка задачи, она не очень реалистична, потому что при извлечении, то есть, в реальных задачах извлечения гиперонимов из теста мы попадаем в ситуацию, когда правильных отношений, то есть, отношения гиперонимы и гиперонимы, значительно меньше, чем, ну, всех потенциальных отношений, которые извлекаются. Среди относительно недавних тестирований можно упомянуть о тестировании темы ВАЛ-2016 года, которые максимально похожи на задачу, которую мы хотели бы, мы решали в данном нашем тестировании. с темы ВАЛ-2016, системы должны были приписывать новое слово к дезавору WordNet, имея толкование для значения слова в данном случае. Близость к нашему тестированию здесь как раз состоит в том, что мы тоже ставим задачу приписывания новых слов к русскому WordNet, но при этом, на самом деле, не даем никаких толкований к логике. То есть, по постановке приписывания к существующему АЛ-2016, это тестирование очень близко, но достаточно большое количество различий. Другая постановка для излечения гиперонима была поставлена на тестирование 2018 года, которое ставили задачу следующим образом, что дает снистры ограниченный корпус, и системы должны были извлечь из данного корпуса подходящие гиперонимы и использовались несколько эталонных ресурсов, в частности WordNet, в которых проходило сравнение результатов работы системы. Особенность вот этого тестирования состоит в том, что было предложено использовать меры не классификации, а меры аранжирования. То есть, системы должны были составить упорядоченный список гиперонимов, и правильные ответы должны находиться как можно ближе к началу этого списка. То есть, таким образом, в этой постановке задачи системы могут справляться с потенциально большим количеством кандидатов, они, главное, должны поднять правильных кандидатов к началу. Итак, перейдем к тому, что было проведено в 2020 году, то есть к нашему тестированию Росвездочков. Наша постановка задачи была следующей. Имеется тезаурус Руарнет, тезаурус русского языка, который опубликован в формате Варну, и данный тезаурус содержит около 110 тысяч русских слов и выражений. В настоящее время уже подготовлены новые версии этого тезауруса, содержит около 130 тысяч русских слов и выражений, но эта версия не опубликована. То есть, мы сейчас имеем уже некую ручную припуску, новая версия сделана вручную. И таким образом мы можем из расширенной версии извлечь те слова, которые новые появились в этой расширенной версии, и посмотреть, собственно, составить набор данных, и посмотреть, насколько современные модели могут предсказывать все те отношения и гиперонимы, которые были сделаны людьми. Итак, задача состояла в том, чтобы для новых слов, а именно существительных и глаголов, предсказать ближайшие синцеты, ближайшие гиперонимы и запубликованные. Как правильный ответ засчитывалось, либо действительно ближайший гипероним для введенного слова, или гипероним вот этого прямого гиперонима. То есть, фактически, мы пытались поставить задачу, чтобы системы как можно ближе нашли гиперонимы к тому, что реально сделано с экспертом. Для того, чтобы подготовить набор для данных, для оценки качества работы систем, и вообще для фискирования, было выполнено следующее. Глаголы, которые были добавлены в расширенную версию, были, естественно, увеличены. И это получился достаточно большой список. И из этого списка были убраны, удалены те слова, которые те, ну, либо могли внести какой-то дополнительный шум в эксперименте, либо, наоборот, их цеписка к гиперониму была слишком очевидна. Ну, во-первых, что было, какие действия были произведены, были удалены трех символов и большинство трех символов, просто потому, что они очень часто путаются с какими-нибудь названиями, именами или просто обрывками. Дальше были убраны все уменьшительно ласкательные формы, которые также, ну, просто по структуре слова могут быть легко администрированы, что это. Другие слова образовательные, другие слова образования, которые близки уже к тому, что было опубликовано в куче версии РОВАТО. Также массово обнаружились в расширенной версии жители городов и стран. Они тоже были убраны, потому, что они имеют некоторые типовые приписки на гиперонимы жителей или населения. Вот. Таким образом получилось, что мы имели в опубликованной версии РОВАРДНЕ, только в этой теме 9000 существительных и глаголов. Для того, чтобы провести тестирование, были созданы два набора, которые здесь обозначены последними строчками. Это открытый набор данных, он состоял из 763 существительных, глаголов. То есть на этом наборе данных участники могли подобрать параметры, посмотреть, как работают различные методы. Когда первая стадия была тестирования выполнена, тогда открылся закрытый датасет, на котором уже надо было делать несколько краничных попыток для того, чтобы проверить свои модели вот уже на этом закрытом наборе данных. И здесь было предоставлено около 1500 существительных и 350 глаголов. Кроме того, организаторами был подготовлен обучающий набор, который здесь обозначен на второй строке. Это 12000 существительных и 2000 глаголов. Это слова, которые находятся в опубликованной версии Рувардайд, но находятся на нижних уровнях иерархии. То есть таким образом здесь моделируется, что новые слова в основном добавляются к существующим уровням как бы снизу. И таким образом вот был подготовлен достаточно большой объем данных на основе публикованной версии. То есть для этих слов были излечены гиперонимы и гиперонимы и гиперонимы таким образом учительники могли настроить, обучить уже даже систему на основе машинного обучения для предсказания правильной гиперонимы. Данный слайд показывает и собственно это начало списка, который предполагалось добавлять слева существительные справа глаголы но вставлены достаточно разные тематики и какие-то уже предметно ориентированные слова и разговорные варианты например бичевать который нужно найти правильное нет как была выполнена процедура оценки моделей ну во-первых не было никаких ограничений на использованные ресурсы участники могли использовать любые векторные представления обученные на произвольных корпусах также был выдан и некоторый корпус достаточно большой который мог использовать с участниками не было ограничений на использование клаварей других структурированных ресурсов как в тестировании 2018 года использовал задачи ставилась задача о предотвращении и использовались меры вот не на вершин средней точности и мера МРР то есть это те меры которые именно направлены на тестирование качества предотвращения мера МРР это обратная величина правильного ответа мера средней точности она показывает насколько правильные ответы сосредоточены в начале упорядоченного списка таким образом системы должны найти относительно правильное место для новых слов и поднять поставить этого правильного кандидата в нас желательно как можно ближе к списке всех кандидатов для данного слова при реализации вещь явно тем что предсказывает не только ближайший гипероним но и его гипероним гиперонима возникла некая проблема что некоторые гиперонимы сильно связаны между собой как в рисунке справа с другой стороны возникает вот как навес и слева два гиперонима для слова гидравлика они не связаны уходят в совершенно различные ветки более общих отношений вот да значит какая здесь проблема возникает то значит здесь слева слева хорошо бы было бы чтобы система система обнаружили и и поставили достаточно близко к началу выдачи слова технические сенсия технических наук и физики в то время как в право ну в общем-то кажется что все это достаточно близко и достаточно чтобы система обнаружила хотя бы один из вот этих трех сенсетов чтобы это уже можно было защитить как правильное для того чтобы различать эти две ситуации была создана такой реализованная идея расчета связанности компонентов то есть право вот непосредственно не гиперонима не связано между собой поэтому достаточно предсказать один гипероним а слева не связано поэтому система в принципе должна быть оценена выше если она смогла предсказать гиперонимы с точки зрения технических наук и с точки зрения физики как бы излайн был реализован подход на основе фастет что собственно было сделано фастет был взят уже предобученный инвизинги предобученный собственно создателем фастет далее были получены сначала имвизинги для всех синсетов Ру Варнет упреднением имвизингов всех слов которые входили в эти синсеты также были рассчитаны имвизинги для слов которые нужно пополнять дальше были извлечены для нового слова наиболее ближайшие синсеты по векторным представлением которые относились к той же части речи и поскольку было отмечено что в основном слово похоже на свои называемые коги-поднима то есть чаще всего более эффективно подняться на один шаг выше от наиболее ближайших синсетов то вот здесь это не реализовано то есть с использованием фастекста были исключены наиболее похожие синсеты а затем был от каждого синсета был сделан шаг вверх по иерархии Ру Варнет и собственно вот эти гиперонимы наиболее ближайших синсетов выдавались как те гиперонимы которые предсказаны на основе фастекла сразу же можно сказать что действительно это такой настоящий бейтлайн в том смысле что практически все участники реализовывали в той или иной степени те идеи которые реализованы в бейтлайне то есть многие участники как раз использовали статистические инвизи подсеркти вортовек или по ПМА с СВД дальше вычисляли более близкие синсеты по космосной близости а дальше с использованием как раз иерархии Ру Варнет поднимались вверх на один или более шагов для привлечения как раз гиперонимов было показано что переход вверх от наиболее близких синсетов он наиболее хорошо предсказывает нужной гиперонимы перейдем к лучшим подходом сначала расскажу об основных подходах дальше покажу как это все было какие результаты собственно были получены лучший подход состоял в том что автор использовал максимальное количество информации которые можно было придумать то есть были привлечены естественно как я сказала базовый подход то есть это на основе импетингов гиперонимы наиболее ближайших слов и их гиперонимы также были излучены описания викшенери также использовался машинный перевод также использовалось толкование слов викшенери кроме того были задействованы спутковые машины Яндекс и Гуку когда соответственно задавался запрос вот этого нового слова и извлекались кандидаты на гиперонимы и автор получил достаточно большое количество признаков и собрал их все вместе с помощью линейной модели веса были настроены вообще я не смогу перечислить особенности всех подходов но поэтому но чтобы мне хотелось сделать это показать еще некоторые направления да основные группы куда куда могла двигаться мысль участников вот здесь показано еще два участника которые получили хорошие результаты и использовали также дополнительные словарные ресурсы то есть вот один из участников использовал и викшенери и русскозеттипедию и по технической словарь и словарь ефемовый ну вот участник снизу морфа бабушка использовали толкование из викшенери с другой стороны можно отметить другие подходы команды сверху они собрали направили свое внимание больше на сбор большого объема корпуса и объединили достаточно большой объем ресурсов и воспользовались как раз обучающими данными организаторов то есть ну вот эти вот то что я рассказывала я сказала что вот нижние уровни rewardnet они используются для того чтобы обучить на самом деле классификатор который будет предсказывать правильный гипероз то есть это одно направление большое количество ресурсов обучающий корпус обучающий данный и культификатор который предсказывает обучающий предсказывать правильный бюро участника под названием рефл машина реализовал другую технологию идея состояла в том что были на самом деле воспользоваться максимум информации от ограниченного корпуса то есть организаторы выдали ограниченный корпус достаточно большой 7 с половиной миллионов новостных текстов 2017 года и вот как раз данный участник пытался максимум информации извлечь из этого корпуса без дополнительных корпусов без дополнительных словарных ресурсов здесь были использованы естественно и базовые подходы векторные представления плюс туда же были подмешаны шаблоны для извлечения гиперонев и кодик гипонимов которые работали именно на этом же корпусе дальше был сделан анализ чтобы исключить некоторые контексты в которых слово могло быть упомянуто просто как именованная сущность то есть несколько другом значении и также участник смог в отличие от наших других добавить и некое использование близости с использованием верта для улучшения качества предсказания гиперонев ну вот данная таблица представляет собой результаты вот бейтлайн получается здесь шестой результат лучший участник который имел возможность работать который не то чтобы имел возможность но использовал большое количество различных ресурсов он получил лучший результат дальше второй участник также работал в большем количестве словарей третий участник как я сказала пошел в сторону увеличения корпусов и обучу классификаторов участник 4 также я упомянула что здесь были было внимание к ограниченному корпусу и получение максимум информации из этого кода интересно что задачи предсказания диперонимов для глагола результаты получились ниже участник Юрий который получил лучшие результаты для осуществительных вот здесь оказался на втором месте и что еще можно здесь сказать что ну в общем-то результаты участников значительно те модели которые показались реально хорошо на осуществительных мест всегда сработали для глагола данный слайд представляет собой результат предсказания как раз лучшей модели зеленым светом показано то что совпало с ручной разметкой ну а черный свет это то что было не совпало то есть мы видим что для Сахарина очень хорошее совпадение между предсказанными и эталонными литеронимами а селфи вот участник получил результат изображения оно оказалось высоковато в иерархии то есть более общее чем значит чем было по условиям нашего тестирования кэшбэк описано в ресурсе как возврат для этого или как некий бонус да но не было не было отношения в эталонном ресурсе кэшбэк скидка и здесь конечно такой непростой вопрос потому что кэшбэк это возврат который в конце концов приводит некоторые скидки поэтому здесь скорее скидка это как некоторое следствие да вот той ситуации которая происходит кэшбэк ну вот мы видим что кэшбэк вообще очень сложное очень сложное получается сказать гиперонимы и модели входит в какую-то сферу деятельности в составлении услуг черные операции действительно это сложное сложное значение которому не так просто подобрать кэшбэк гиперонимы еще что хотелось бы обсудить что по подходу к тестированию кажется что наиболее близким к тестированию является тестирование системы ВАЛ 2017 года которая однако не приписывала в котором не нужно было приписывать не было не было данного дозавра который нужно достроить а просто нужно было извлечь гиперонимы из ограниченного корпуса и вот на этом слайде собраны лучшие результаты полученные нашим тестированием системы ВАЛ 2018 и здесь видно что ты произносительным образом отличаешь это может быть объяснено двумя моментами первое что все-таки ценовал 2018 смысле было предсказатель иронимы ограниченного корпуса но вот здесь я привожу данные с работой участника рефа машин который тоже не использовал дополнительные данные для излечения элиберонима и эти данные и результаты работы с ограниченным корпусом наши фирмы все равно значительно выше другой момент что все-таки я уже отметила все модели которые использовались и включая модель они использовали и структуру самого ватнета то есть включая наиболее близкие слова алицинсеты они еще могли подняться на уровень выше то есть таким образом существующая структура уже давала дополнительные возможности для того чтобы вывести правильный элибероним отсюда я могу сделать вывод что все-таки когда уже у нас есть какой-то готовый ресурс то нам легче к нему приписывать дополнительные слова и значения потому что в частности мы можем воспользоваться такими уже описанными отношениями которые уже также можно отметить значительное различие между мерами средней точности и мрр в сема вау а в нашем тестировании эти меры более близкие результаты это связано с тем что в тестировании сема вау 2018 года там нужно было предсказать эгиперонимы на все уровни иерархии то есть их нужно было могло быть очень много и система вот в этой рецентре все эти эгиперонимы должны были быть подняты к началу ранжированного списка естественно это делается в нашем же случае у нас получалось что значительно меньше правильных кандидатов да иногда это могло быть один два а тут еще вот реализация компонентов связанных количество кандидатов редко сокращалось и поэтому получалось что в общем-то нет этой проблемы правильного порядка небольшого количества кандидатов поэтому вот такая возникает различие в величинах средних мрр которая была в теме достаточно большая а в нашем десернии оказалась эта разница в результатах сильно меньше таким образом я представила результаты проведенного тестирования для обогащения экономики для русского языка и задача состояла в том чтобы добавить новые слова к существующему ресурсу Роварнет в нашем тестировании мы использовали новый набор данных из меня публикованный Роварнет который мы надеемся к концу года опубликовать в нашем тестировании было 16 участников и многие из них получили лучшие результаты чем бедлайновая модель участники использовали различные типы информации включая векторные конструкции электронные ресурсы и даже выдачу поисковых машин ну и что можно сказать про применение предложенных подходов и что можно в каком направлении можно двигать дальше но мне кажется что электрикотехнологические ресурсы могли быть более востребованы в приложениях если бы легче пополнять словами словосочетаниями устойчивыми значениями или их можно было бы легче настраивать на конкретную предметную область подрезку нелеванной части или добавление какой-то статистической с этой точки зрения например для настройки мне кажется что важнейшим является получение работа со специальной коллекцией вот этой области специализированной области в которой мы хотели настроить возможно пригодятся словарные ресурсы поэтому в принципе нельзя сказать что использование вешен совсем бесполезно то есть в любой настройке также могут быть найдены полезные ресурсы которые полезные геналические ресурсы которые можно использовать для пополнения варнета и также нужно отметить что если мы действительно хотим настраивать ресурс на предметную область автоматически то в принципе здесь может оказаться что использование ресурсов общего назначения и глобальных поисковых машин может привести к какому-то вреду то есть давать нам не те значения которые нам реально нужны в нашей педерлиной области мы должны их проверять на релевантности процедуры настроек все спасибо за внимание как это все как так как это как это так как это как это как